Минувшую субботу на дежурство по городу заступил заместитель глава администрации города Лабытнанги Алексей Щелконогов. В течение часа он ответил на три звонка от горожан, в которых содержалось в общем пять вопросов. Четыре из них связаны с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проект дежурный по городу стартовал в феврале 2016 года. С тех пор глава администрации города, ее заместители и многие руководители управления на позу вступали не по одному разу. Дежурство Алексея Щелконогова началось в первой секунды. Звонок одной из жителей города был вызван состоянием системы канализации под ее домом. Надо сказать, что дежурные по городу обязаны принимать абсолютно все вопросы горожан, а не только те, которые относятся к курируемой эмисферам. Алексей Анатольевич звонок принял и тут же связался с управлением ЗКХ и транспорта, которое займется решением этого вопроса. Следующий вопрос вроде бы по профилю. Есть некие такие неудобства, которые я не могу понять, кто из жирцов устраивает. Я постоянно чувствую запах табачного дыма. По-русски говоря, никак поймать не могу человека. И в лучшем случае, вот просто думаю, если застану такого человека, то что я могу предъявить? Тема курения в общественных местах и подъездах жилых домов возникает в ходе едва ли не каждого дежурства. Правильный алгоритм действий предполагает умение решить дело миром. Первое, конечно, если вы обнаружили, и это является ваш сосед, мы будем надеяться, что он будет с вашей позиции о здоровом образе жизни солидарен, и на ваши замечания он отреагирует положительно. Ну а если миром не получится? У нас есть федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. И второй нюанс, конечно, если он положительно на это не отреагирует, на сделанное замечание, вы сообщаете в правоохранительные органы, то есть делаете заявление официально через 112, либо через 102, просто набираете, поясняете, я такая-то такая-то, оставляете свои данные, чтобы потом была доказательная база привлечения его к административной ответственности. Административная ответственность предполагает штраф от 500 до 1500 рублей. Был еще один звонок, содержащий сразу три вопроса. Ремонт крыльца, освещение во дворе и обустройство перехода через теплотрассу. Что касается разъяснения федерального законодательства по вреде курения, то есть были даны рекомендации, но дальше, если там люди не будут это понимать, то, соответственно, будет обращение в правоохранительные органы, был разъяснен гражданину алгоритм действий. Что касается проблемам ЖКХ, данные заявки мы приняли, они будут переданы ЖКХ и в дальнейшем уже отработаны непосредственно с теми гражданами и с управляющими компаниями по данным домам. Игорь Борисов, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова